В Чили радикально настроенные мунифестанты жгут автобусы и автомобили, вступают в схватки с полицией и армией, грабят и жгут магазины. В столичном супермаркете во время пожара погибли три человека. Тела еще пятерых нашли в одном из сгоревших предприятий. Официальные чилийские источники сообщили о 150 пострадавших полицейских и 300 задержанных. Примерно на 4 американских центы попытались повысить власти столицы Чили стоимость проезда в метро. Эта мера коснулась около трех миллионов пассажиров. В результате массовые протесты переросли в беспорядки. В субботу президент Чили отменил повышение цен на билеты, но протесты продолжаются. Власти ввели в чрезвычайное положение и комендантский час в пяти регионах. Но взять под контроль ситуацию пока не удается. За прошедшие выходные толпа разгромила некоторые правительственные здания, штаб-квартиры корпораций, магазины и даже сами станции метро. Лучше бы все недовольные гремели кастрюлями или протестовали как-нибудь еще. Мы не трогали метро даже во время конфликта с Пиночетом. Ведь метро, оно для всех нас. Молодежь критикует правительство за низкий уровень жизни, ограниченный доступ к выразованию и здравоохранению. Чилийцы протестуют против сильного социального неравенства. Доход на человека между разными коммунами Сантьяго может отличаться в 14 раз. Средняя зарплата в Чили составляет более 900 долларов. В России эта цифра колеблется в районе 690 долларов, а в Украине около 420. Александр Касаткин. Настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok